МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, студия Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. По итогам 2016 года в области обеспечен экономический рост на 1,3%. Валовый региональный продукт составил более 3 триллионов тенге. Это четвертое место в республике. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков отчитался на общественном совете. Обвал на шахте в городе Сатпаев. На этот раз частично обрушилась дорога, ведущая к шахте и принадлежащей корпорации Казахмыс. Аким Каркаролинского района объяснил, почему жители его сел выкапывают пещеры в снегу. Сейчас не только в Саваку-Кутах, и в самом Каркаролинске снега много, и многие жители даже сделали между хозяйством и домом покупную еду. Об итогах социально-экономического развития области за 2016 год и предстоящих задачах на год нынешний рассказал Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков общественному совету. Помимо вопросов экономики, были рассмотрены такие сферы, как здравоохранение, образование, занятость и правопорядок. По итогам 2016 года в области обеспечен экономический рост на 1,3%. Валовый региональный продукт составил более 3 миллионов тенге. Это четвертое место в республике. Среднемесячная заработная плата увеличилась более чем на 9% и составила 123 698 тенге. Бюджет области сформирован в объеме 245 миллиардов тенге. Как подчеркнул глава региона, в нынешнем году в области намечено обеспечить рост фаллового регионального продукта почти на 2%. В рамках государственной программы индустриально-анимуционного развития за отчетный период запущены 10 проектов на сумму более 100 миллиардов тенге с созданием около тысячи новых рабочих мест. Что касается агропромышленного комплекса, здесь наблюдается устойчивый динамичный рост производства. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 230 миллиардов тенге. В области насчитывается порядка 85 тысяч действующих субъектов бизнеса, которые обеспечивают работой третью часть экономически активного населения. В рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» в области поддержано 262 проекта на сумму 26,6 миллиардов тенге. Помимо достижений и планов на будущее, собравшиеся обсудили и проблемные вопросы. Оттуда и происходит от граждан жалоба, что тарифы высокие и часто приходится во время зимы ожидать транспорт долгое время. Поэтому что делается в области данного вопроса? Если говорить о перевозках именно междугородных, то действительно мы субсидируем это направление. По информации, которую мне представляли, порядка 56 маршрутов есть, которые субсидируются. В прошлом году на это субсидирование порядка 400 миллионов было выделено. В этом году более 600 миллионов выделяется. Но здесь понятно, что должен быть баланс интересов и обоснованность этих субсидий. Проблем с транспортной системой в городе много, но над этим ведется активная работа. Что касается недвижимости, то в текущем году начинается реализация новой жилищной программы «Нурлужер», в рамках которой предусмотрены средства в размере полутора миллиардов тенге. Обеспечено жильем будет 336 семей очередников. В завершении встречи участники приняли резолюцию, в которой поставили удовлетворительную оценку деятельности Акимата Карагандинской области по итогам социально-экономического развития области в 2016 году. Осель Сазамбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Обвал на шахте номер 67 города Сатпаев. На этот раз частично обрушилась дорога, ведущая к шахте и принадлежащая корпорации «Казахмыс». По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Происшествие на шахте номер 67 города Сатпаев произошло, по словам очевидцев, 15 февраля. Прямо на глазах у горняков провалилась часть дорожного покрытия. О жертвах и пострадавших не сообщается. Известно, что на месте происшествия ведутся ремонтные работы. Карагандинка едва не погибла под колесами автомобиля. Водитель сбил девушку на дороге по улице Татимбета, когда та переходила дорогу в неположенном месте. А кровавленную пострадавшую ударом отбросила на обочину дороги. Ее госпитализировали в больницу с различными травмами. Видео кровавого ДТП сразу же разлетелось по социальным сетям. На кадрах запечатлена девушка, лежащая на обочине дороги. По информации пресс-службы ДВД области, наезд на пешехода был совершен на улице Татимбета. 53-летний водитель автомашины Нива сбил 29-летнюю девушку, когда последняя переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая доставлена в больницу с диагнозом сотрясения головного мозга, перелом лодыжки и другими травмами. Состояние пострадавшей удовлетворительное. Она находится в отделении нейротравмы. По данному факту проводится расследование. 13 населенных пунктов Каркаролинского района под угрозой паводков. Власти региона заблаговременно построили дамбы и надеются, что опасность пройдет мимо. Однако ситуация в некоторых отдаленных местностях вызывает опасения из-за обильного снегопада и метели. Буквально на днях мы сообщали о селе Беркуте, жители которого живут в снежных пещерах. Аким района рассказал, как в Каркаролинске ведется борьба со снегом. Халял Максутов отчитался о развитии района. По словам Акима, Каркаролинский район в этом году буквально утопает в снегу. В опасности подтопления находятся 13 отдаленных населенных пунктов. Однако власти региона делают все, чтобы не допустить затопления сел. В прошлом году осенью мы подготовились к этому палку 9400 метров. Мы способом подняли дамбы. То есть первое, чтобы населенным пунктом, сейчас у нас по отсчетам 13 населенных пунктов может попадать под влиянием воды, везде мы застраховывались, сделали дамбы. Проблемы очистки снега в Каркаролинском районе возникают периодически. Аким связывает это с обильным снегопадом и метелями. Однако тут же поясняет, в этом году на содержание дорог выделено 64 миллиона тенге. Хотя в прошлом году эта цифра достигала лишь 16 миллионов. Три недели только у нас в Каркаролинском районе бурана не было. А так каждый день буран. Но несмотря на это, у нас 61 населенных пункт. И 61 населенных пункт сейчас в 9 населенных пунктах – это отделения, которые нет там дороги ни асфальтного, ни грунтого. Это степные дороги. Но все равно мы не оставляем их без очистки дорог. Туда тоже направляют техники. В текущем году будет отремонтировано 60 километров дорог, успел похвастаться Аким. Правда, деньги на средний ремонт выделят из республиканского бюджета. Также на дорогах района появятся 4 остановочных площадки и автокемпинги. В целом районный национальный природный парк может стать завидным туристическим объектом. В преддверии всемирной выставки «Экспо-2017» власти района подписали договора с отечественными туроператорами и разработали туристический маршрут «Каркаролинск-Жемчужина-Сарарки». Айя Мамрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К первому вопросу были заслушаны доклады первого заместителя председателя областного филиала партии Нур-Отан Кадиши Оспановой. Она отметила важность послания главы государства, потому что затронуты в нем основные задачи для развития нашей страны. Особое внимание, которое уделил глава государства в своем послании, это социальные вопросы. Президент отметил, что модернизация рынка труда, поддержка бизнеса, развитие образования и здравоохранения остаются в приоритете. Это принципиально важный момент, потому что в условиях глобального экономического кризиса большинству стран мира приходится не только не наращивать, а, напротив, оптимизировать свои социальные программы. Правительство с этого года приступило к реализации программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Эта новая программа, в отличие от дорожной карты занятости, ориентирована на предоставление постоянной работы и занятости безработных с учетом самозанятого населения. Все спикеры выразили поддержку политическому курсу Ельбасы, отмечали высокую роль участия партийцев, всех граждан в реализации задач послания. После рассмотрения первого вопроса прошло обсуждение кандидатуры в депутаты областного Маслихата. На 26 марта назначены довыборы депутатов вместо выбывших. Довыборы проводятся в связи с тем, что депутат областного Маслихата по Каркаролинскому избирательному округу номер 25 Руслан Тулеббаев снял полномочия из-за перехода на государственную службу. 26 марта назначены довыборы депутатов вместо выбывших Карагандинской областной один депутат, Садпаевский городской два депутата, Бухаржравский районный один, Каркаролинский два, Нуринский один, Асакаровский один. Это районные Маслихаты. Всего восемь вакансий. На заседании бюро полицовета была рассмотрена кандидатура претендента на выдвижение кандидатом в депутаты областного Маслихата по Каркаролинскому избирательному округу номер 25 от партии Нуртан. Была предложена кандидатура Оспанова Саята Кайратовича, 1973 года рождения. По итогам голосования кандидатура Саята Оспанова была единогласно поддержана партийцами. Воздержался. Таким образом, решение принято. Осель Сознамбаев, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагантинский. В селе Бутагара состоялась встреча работников специальной экономической зоны Сарарка с членом региональной рабочей группы областного союза юристов по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Рабочая группа была образована 11 января текущего года согласно распоряжению президента Республики Казахстан. В настоящее время выработаны около 40 предложений по перераспределению полномочий главы государства, которые уже могут быть переданы правительству и некоторым исполнительным органам. В состав рабочей группы вошли представители парламента, правительства, Верховного суда Республики Казахстан и иных государственных органов научно-экспертного сообщества. На первом этапе учеными и юристами проводилась работа по обсуждению возникающих коллизий, разногласий, касающихся действующего законодательства. В настоящее время проводится работа по разъяснению специального обращения главы государства от 25 января 2017 года по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти. Мы должны разработать непосредственно определенную программу. И он назвал пять направлений, по которым надо было что? Работать. Правильно, работать. А чтобы я назвал эти пять направлений, я их вам сейчас ниже назову, он еще сказал, что в каждом направлении мы должны делать определенные маленькие что? Шаги по выполнению этих программ. И он разработал непосредственно программу, которая называется «100 конкретных шагов». И прямо говорит, вот если шаг за шагом, медленно мы будем чего-то достигать, то мы непосредственно будем продвигаться динамически под эстраспределитель общества. Гражданское судопроизводство в суде номер два Казбекбийского района улучшается с каждым годом. К такому заключению пришли судьи, подведя итоги своей работы в прошлом году. Судьи отмечают, что в прошлом году поступило более 23 тысяч заявлений граждан. Это на 14% больше, чем в 2015 году. Соответственно, увеличилось количество оконченных гражданских дел в среднем на 19%. Также судьи отмечают уменьшение количества прекращенных дел в связи с заключением мирового соглашения, а также уменьшение количества вынесенных заочных решений. Значительно уменьшилось количество вынесенных заочных решений за 2016 год. Так, в 2016 году было вынесено 1229 заочных решений, тогда как в 2015 году эта цифра составляла 4160 дел. В процентном соотношении это составляет 39,6%, то есть почти около 40% уменьшилось вынесение заочных решений. На 38,3% увеличилось количество дел, вынесенных в порядке приказного производства. Среднемесячная нагрузка судей по нашему суду на 2016 год составила 66 дел, тогда как в 2015 году среднемесячная нагрузка на каждого судью составляла 55 дел в месяц. В Китае найдена именная дамбра великого казахского поэта, композитора, певца Осета Найманбаева. Реликвия культурного наследия казахского народа вскоре будет доставлена в Казахстан. В этом году отмечается 150-летие со дня рождения композитора. В честь этой даты в областной детской библиотеке имени Абая состоялся творческий вечер. Осет Найманбаев родился в селе Кызыларай Актугайского района. Семья Найманбаевых переехала в поселок Бахте Семипалатинской области, когда Осет был еще мальчишкой. Маленького Осета определили в медрессе. Он быстро научился писать и читать по-арабски. Вскоре стал записывать свои детские рассказы и стихи. А подросткам заучивал длинные хиссы. Память у него была феноменальной. Он автор песен-подражаний «Шалунья моя», «Черноглазая», «Шашу», «Майда-Конэр», «Махпал», «Кашакпай». Поэтический талант Осета Найманбаева признан даже великим Абаем Кунамбаевым. Он посвятил ему стихотворение, которое называется «Осету». Цель, основная сегодняшнего мероприятия, это привить детям музыкальный вкус, хороший музыкальный вкус. Привить им патриотических чувств, чтобы они знали своих предков, чтобы они знали историю, культуру, этографию. Вот все, чем гордится казахский народ. Настоящим подарком вечера стала новость о неожиданной находке. Именная домбра Осета Найманбаевы была найдена в Китае. Вопрос о возвращении культурной реликвии в Казахстан на стадии обсуждения. Айям Амрина, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Театральных зрителей Караганды приглашают посмотреть спектакль не из зала, а со сцены. Буквально находиться во время действия на подмостках театра. Карагандинский государственный орден о дружбе народов Русский драматический театр имени Константина Сергеевича Станиславского поставил камерную пьесу с серьезными проблемами. К сожалению, карагандинцы не стали свидетелями премьеры спектакля по пьесе «Бригитт Швайгер. Маленькая камерная пьеса». Спектакль уже получил высокую оценку международного жюри под председательством известного серстского критика Драганой Башкович и диплом жюри фестиваля в поиске новой формы за лучший экспериментальный спектакль на фестивале в Йошкар-Оле. Я хотела в Казахстане, в любимой Караганде, сделать то, на чем училась я. Хороший камерный, добрый подход к зрителю. Когда зритель находится, знаете, как в добром аквариуме вместе с рыбками-артистами. Он поглощает все – свет, звук, информацию, отношения. Он даже становится героем нашей постановки. Нового течения в искусстве театра открыто не было, но было найдено действие, которое заинтриговало зрителя. Герои – две женщины, уборщица и леди. Кто от кого зависит и выясняется в спектакле. Для зрителя это вновь. А кто не хочет оказаться на подмозгах театральной сцены? А в этом спектакле она находится под вашими ногами. Камерное театральное действие, которое рассчитано на минимальное количество зрителей, на данный спектакль могут прийти не более 90 человек. Больше сцена не принимает. Зато театралы находятся в непосредственной эмоциональной зависимости от актеров. – Возьмите, 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 возьмите. – А что вы это мерите? Что вы сравниваете-то себя и меня? Такое в карагандинской театральной среде происходит впервые. Зритель и сцена становятся единым пространством, в котором происходят коллизии между женщинами из разных слоев общества. Зал пуст. До артистов можно дотронуться руками. – Они заняты чем угодно, но не какими-то внутренними своими проблемами. Они думают, как хорошо покрасить волосы, какую бижутерию подобрать к платью и так далее. А о том, чтобы разобраться в своих проблемах, что происходит в душе, что происходит у нее в семье, что происходит во взаимоотношениях с коллегами, у нее нет времени, она очень занята внешним планом. Главной ценностью театрального представления является прямой контакт между зрителем и актерами. В спектакле, поставленном Александрой Большаковой, он возрождается в новой форме. Занавес не раздвигается, он открыт. За спиной зрителей – пустой зал. Перед ними две актрисы, которые ведут почти криминальный диалог о социальных отношениях в обществе. Место действия – туалет. Постановка интригует своей неординарностью. Кстати, спектакль уже пригласили на фестиваль камерных спектаклей в сербский город Топпола. Сергей Высокосов, Ислан Бекаспанов, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбонстер. Редактор субтитров А.Семкин